горит потому что никаких оснований то нету это видео то у меня написано входящее видео все включено это не может быть даже у меня если не видно у меня это не может быть у меня просто не может быть а у вас что-то не включена камера где-то еще сейчас данный момент не используется примеру в чат рулетки нет выключено там нет ничего все выключено сейчас еще я зайду посмотрю если она где-то используется она сюда не может примениться да нет нигде не используется ничего у меня все полная тишина вот я сейчас прохожу контакты посмотрите контакты в каком контакте ну между контакты проводные водку на тушу проводные я могу сейчас под вот посмотрите-ка да вот видите снизу там есть такие значок красный такой как трубка такая красная где внутри три значка посередине снизу и вот если на средний значок вы мышкой наведете наведите мышкой что не будет у вас там написано включить видео что написано отключить видео да вот отключите включить сделайте там все пошло получилось все заработало ну а чего она не работала не знаю какой то оборудование что то там бывает бывает такое так благословен господь итак что хотите хотел бы вот задать вопросы потому что темы поднимаются из года в год изо дня в день все время одно и то же ссылаются на всякие обвинения на вас я бы хотел чтобы мы в одном ролике это разобрали просто все обвинения которые основные на вас существуют потому что люди они не занимаются этим делом они там достаточно только послушать а сами не хотят вникать и не знаю что вранье я в это уже просто не верю вот мы где находимся здесь иконы не признают мы иконы то не признаем мы же баптисты а их учили баптисты сектанты икон не имеют он изначально взял что баптисты и теперь все под это подгоняет и вот человек приходит к нам и потом встречается с этими хулителями я там нет еще и говорю что вы у них там икон от пола до потолка до потолка у них нет иконы иконы есть еще не играют он изначально получил столкнули его в помойную яму он с головой погрузился и теперь он видит все колышущееся вот у нас случилось так Китмана священник был Владимир Суртаев ну и там какие-то дом ему купили там машину а потом он перевел на жену там какая-то махинация и подала епархия на него его посадили 6 лет кажется накатили ну я то хожу в тюрьму его вижу с ним встречаюсь начинаю ходатайствовать в прокуратуре краевой его сестра стала ходить к нам на занятия оделась по форме стала ходить ну везде только она наша ну вот его освободили мы с ним встречаемся здоровый крепкий мужик а в соседнем селе как раз жил я говорю он теперь ходит молится с нами отец Владимир вы говорили что у нас икон нет конечно ну а вы знали что мы православные иконы конечно знал а зачем же говорили а чтоб к вам не ходили у него цель изначально одна другие говорят у них нет епископа и вот пришла одна женщина оттуда к нам ходила и в это время епископ приехал идет такое красочное богослужение славно вот она пришла и говорит вы говорили епископа нет а он есть да нет это он приехал они его потом палками бьют пока за за лес не прогонят ну говорить то что с людьми которых детские разным лепещущие епископа бьем палками а вы знаете что у них у них жирных нету людей они в погреб сажают а потом на весы поднимают из погреба бетонного бункера а потом если вес его не соответствует опять опускают а у нас смотри какие ты же видишь какие разные люди его можно доказать нет его нужно в погреб посадить который говорит и не упускать пока не принесет покаяния во лжи вот у протопопа вакуума есть такое там один какой-то звонарь панамарь что-то делал ну и царство небесное подавай царство небесное хочу вот протопопа вакуума захватил и говорит царство небесное дается душе вот в этом теле человек не может поэтому сначала нужно его обезглавить и душа тогда пойдет вяжите его его повалили значит ну перед этим чтобы у тебя кровь хорошо играла надо выпора сначала ну и пошел его там охаживать так давайте сюда топор не буду больше никогда не буду нет не надо мне от от кого царством его отпустили он через плетень перепрыгнул он кричит скупейку забыл да пропади у нас скупейка лишь бы удрать вот и все нельзя доказать ничего нет у него сбиты здесь он не разрешения духов не имеет вот я показал первое коринфе 14 глава это дар божий то а здесь умышленно он у нас был молился видел а теперь клевещет я ничего не скрываю как есть а мне нужно чтобы опровергать не надо это это великая награда на небесах считаем мы блаженство когда будут поносить вас как неугодное богу они за бога решают неугодное вот считаем 3 псалом враги говорят нет ему спасения в боге они мне говорят нет спасения я считаю писание есть спасение я каждый день работаю те которые нападают я никогда не видел чтобы они работали ни одного ролика не видел чтобы они обедали там нету этого и как будто какие-то лица другой раз нету или вместо себя Эйнштейна поставят аватар них я не признаю и не принимаю это но они есть вот сегодня за ночь против меня комментарии которые я вчера ролики поставил на новые ролики примерно я не знаю 30 или 35 отзывов из них только 2 справедливые остальные ругательства 3 слова и все матершинные я что ему буду доказывать то а этот священник сидит да то самые грешные люди самые-самые большая часть священства погибает с архиереями Ян Златоуст Серафим Саровский мы считаем третий тон настольной книги священнослужителя 601 страница 3 дня 3 ночи молятся не о спасении царя его семейства а об архиереях и священниках и бог заговорил для меня тайна как заговорил шуми ветра латутовых деревьев или как но дальше прямая речь кавычки не пощежу и не помилую ибо заповеди мои заменили вымыслами человеческими 118-й псалом 113-й стих Бог ответил ни одного спасенного нет как будто и мы видим за царем за патриархом на Голгофу потянулась вся Россия они ее туда привели и это тоже нужно было для исправления многие там покаялись одного посадили так он за ним гонялись гонялись и ну он в армии уже служил корсомесы записался и работает пулеметчик отличные характеристики все и вдруг его вызывает полковник так как дела у вас Демин служу Советскому Союзу все благополучно и так звание получил старший сержант он посмотрел на меня поднял ладонь как хлопнул сволочь скрылся кулацкая рожа от тебя из деревни пришло а он говорит деревни когда раскулащивали родители то забрали а мы остались а комсовольцы в окна везде заглядывает и мы как между простенком сидели дома шепотом разговаривали и когда он где-то служил в это время нашли и сообщили и он теперь сидит ну комсоволец выбросили 10 лет дали и вдруг ему один пришел и говорит а ты слышал там это 37 год там такая щистка была ты где служил в такой щистке о вашего полковника забрали расстреляли расстреляли я говорю впервые широко перекрестился есть ты бог долго терпишь да крепко бьешь вот я и хочу сказать у них это все впереди меня бог на это поставил нести истину а они ее не знают и поэтому истина в извращенном виде показывается неистиной они знают или не знают им это и не надо он это есть он только ищет кого укусить он сблевывает эту ядовитую свою блевотину жирает теперь брыжет а я буду заниматься мне зачем у меня вот приехал сейчас новый человек и выставляю ролики беседу армянин в Грузии живет а у меня с поездки сохранилась валюта грузинская там разные-разные я скорее все ему вручаю чтобы он отдал куда-то бесплатно у меня занятия идут сегодня пришел новый человек к утру я поставлю ролик однажды я в окно смотрю кто-то промелькнул ну тут кусты у меня калины и плохо плохо видно я скорее наружку включил гляжу с велосипедом что такое у нас не заходят с велосипедом тут калитка я дальше смотрю он пошел мне видать я сижу здесь к соседям а он думает наружная сеня дверь-то это дверь в избу это сеня я не слышу железная дверь и гляжу он опять заходит я тогда вышел стали говорить кто такой Евгений а что ищете я вас слышал хотел лично увидать я живу в Барнауле и жить в Барнауле с вами не встретиться я уже ролики ваши смотрю восхитительный такой ну пытался летом найти у нас нету и сегодня пришел я узнал мне трехтомник бы достать вот то другое и вот как мы разговариваем в коридоре идем все есть сняли как уходим он рассчитывается и говорит о крещении вы дайте там объявление попутно сказать кто хочет получить настоящее истинное крещение как вы чтобы написали приготовились и сообщим какого числа седьмого если не попадает то за седьмым в первое воскресенье июля вот это надо подготавливать новую группу людей и вот теперь кто там выступает а теперь вот такой то там в Америке который вас поносил сатана сатанисты дьявол то есть безумный из баптистов пришедший вмигом ставший православным из-за чего я сказал что крещение ты не принимал и считаешь истинным крещение еретическое церковь никогда этого не делала он поднялся их сбросило там Дудин священник 9 роликов он глушит и глушит я их вам как-то выдам распространить по всему миру хорошие беседы были а его тут Максима Типаненко скинули а его на эту должность и он с ума сошел я буду оправдываться в чем я им пытаюсь сказать он не слышит вот там какой-то Максимов вроде Георгий и мало ли их таких мне не хватало еще только с первого дня все жду когда на меня посыпется от Качева Андрея а не будет ну не знаю может быть его звякнули но с первого дня я гляжу он никогда никого не трогает вот никогда все кто занимается благовестием он их не трогает у меня это разницы нету там Осипов может броситься тоже как будто бы молчит но материал я ему посылал когда раньше он все одобрил материалы принял Смирнов не одобрил о войне я ему посылал ну это такое дело так и здесь сегодня сколько их я больше 10 тысяч 500 человек только заблокировал 10 тысяч это один и тоже мог жить нет не один разное притом на все ролики подряд кидаются я могу сказать я не такой и запах другой вот побыл шахматом здесь что он отсюда поехал первое никогда в жизни так не хотела мне материться и блудить то есть у него здесь завязан был один орган узлом он же от всех с индустрией работал я зову на встречу нету сейчас мне жалко конечно я его называю Алексея блуждающий так и молюсь о нем может быть когда встреча и вот он покаяние или что там дает не знаю он был там там какая-то вонючая от него запах вонючий я ни слова не сказал прокуренный а у нас каждую неделю баня ничего нету нету совершенно нет у меня другие говорят а как вы моетесь другой почему от вас никакого запаха нету даже люди которые очень привередливые а я другой раз зимой могу месяц не ходить полгода там полгода не бывает так и вообще ничего нету нету просто я знаю на мне рубашка остается чистая запаха нету и мне ходить через город у меня дома то нету а здесь а здесь я только что помылся перед встречей и был бы запах какой-то ну нет этого я буду оправдываться вот кому не понятно он курит я не курю он в гостиницах везде шатается я нигде не бываю как дома и хожу у меня как парк какой-то вот где мне дали там такой синицкий бросился ему дали незаконно дали такое место престижное в центре города красивое опи рядом это прокурор края нас вместе изобразила но я буду оправдываться перед ним доказывать что он масон и каждое выступление он кого-то укусит другой то должности нету только кусать да их таких то сколько да я каждый день молюсь господи просвети их разум и в судный день не помяни их безумия сжалься над ними у меня слезы о них наворачиваются как они будут отвечать на суде божием они ни одного слова не говорят правды а мне какое дело у меня сегодня дел хватает Володя пошел еще тут кое-что сделал а что-то не сделал это надо сделать я прошу у него работы ты идешь а я остаюсь с чем надо с фруктами с продуктами с дровами с углем и вот сегодня пожалуйста раз вы желали я удовлетворю вашу просьбу полностью начинать благодарю вот Евгений вот этот который к вам приходил это в фейсбуке он выходил на вас и я ему вот сказал непосредственно к вам прийти и взять эти книжки Евгений Евгений а Евгений ну вот видишь как да да это вот он пришел да значит да вот был я увидите так ну вот теперь кто-то сегодня Игнатов кажется Сергей Егорович и говорит ой в фейсбуке Игнатий Лапкин так работает а там не бывает это вы наверное там выставляете даже там тот который враг который сатаной там называл и он одобряет меня это не касается у меня каждый день свое мне нужно семь раз непременно помолиться семь раз а когда время есть примерно восемнадцать раз стать на молитву почему я и жил уже все в своей жизни при большей крепости восемьдесят тут у меня и крепости нет он уже восемьдесят первый я уже не знаю взаймы живу или как не могу не ответить почему я живой опять встал опять здоровье ой да как вы хорошо выглядите сейчас рулетки только начало у меня уже около десяти роликов у них ничего нету вот такие вот блин нету и готовые уже они не закачались не успели я их выключил чтобы не мешали тут разговаривать вот какое брат дело то обвинения какие что пожалуйста у нас был тут один он они когда четыре тома были как ковырялись это они оттуда берут волков разберем вот в две тысячи восемнадцатом году задали вопрос такому священнику братерею Дмитрию Шушпанову Шушпанову в интернете православие.кг такой сайт есть и вот такой вопрос здравствуйте отец Дмитрий у меня к вам такой вопрос на ютубе можно найти Игнатия Лапкина который называет себя православным миссионером можно ли смотреть его ролики и вот протерея отвечает ответ там такой ну большой но я скажу только суть вот что касается вас он говорит что можно определить всех кто по трем признакам там отношение к лидеру там отношение к святым отцам отношение каноническому церковному священачалью и епископату и вот говорит киргизская епархия я считал Игнатий Лапкин пользуется безусловно авторитетом гуру в общинах по порядку давай дальше не надо гуру что означает учитель наверное учитель это неплохое слово ничего тут нету и авторитет действительно тоже хорошо действительно так я работаю над конкретными душами я не видел чтобы Ткачев там кто такие там есть Смирнов работали над душами нет он сидит пьет хлюпает водой там и все больше я его нигде не вижу над конкретной душой перед ним без платков сидят в штанах там с папиросами наверняка сидят люди ему разницы никакой нету до них и повернули как-то Ткачев говорит так и там видно там как бровано движение в храме ты посмотри как у нас и все говорят как вы добились такого порядка исполнения канонов им это не надо они неверующие и поэтому говорить им не давайте святыни псам один ответ и дальше что он говорит весь уклад их жизни строго регламентируется его распоряжениями почему мы моими распоряжениями от конституция сейчас выполняем чьи распоряжения ее составили проголосовали мое распоряжение потерявки нужен устав нужен дали никто не составляет никто я составил 40 пунктов посмотрели приняли 28 лет стоит на месте никаких добавок даже нету почему потому что обдумано все опыт жизни не сливать горючего там не оставлять присмотра детей зимой не приезжать потому что можно вокруг потерявки уже два или три человека нашли мертвых которые не наши откуда то хотели может быть один в кустах заплутал другого ворона нашли они может они к нам ехали бог их знает на линии зарезал одного пургу может тот кто из казахстана грозил мне маленько не доехал вот ответ каждый пункт и он в краевом отделе юстиции про него напечатано в книгах где они покажут чтобы где-то по правилам жили люди которые с ними имеют связь и зависят от них у них ничего нету нету в этом отношении я миллиардер с бомжем я еще буду сравнивать у меня конкретно каждая душа в которой я вложил душу свою которые подняты были которые пропадали которые с целью жизни не было а они ничего не покажут у них нету и что он дальше может намолоть ну вот получается устав ваш принимался не вами только а всеми вместе принято все подписали его я ни при чем доллар нарисовал русский человек а приняла вся Америка он в каждый пункт пусть какой-нибудь опровергнет пункт их нам напечатали в местной газете у нас в свет октября Мамонтовского района что написано бутылкой не рассчитывается а если у кого это было тогда в каком-то размере больше все деревянскую кандиду ложить так бабы говорит там со слезами неужели такое место есть где бутылка не рассчитывается эти люди которые говорят что в них ничего нету только разрушение одно поэтому им учениками быть Стерлигова Германа второй признак Игнатий Лапкин хотя и признает на словах авторитет отцов церкви на деле игнорирует их он толкует Священное Писание абсолютно произвольно в разрез со светоотеческой традицией но он должен показать а раз не показан он лжец а лжецу определенное наказание это он пускай прочитает второзаконие определенно в 18 главе говорит что что ты желал другому не доказано эта статья падает на него и он должен быть если он подводил статью под расстрел его расстрелять и они бы сразу прижались за кустами а так я святыми отцами пренебрегаю значит Златоуста кто впервые распространил в стране в Советском Союзе по сегодняшний день никто кроме меня жития святых начитанное а по жизни как а почему отец Олег Стеняев когда спросили он говорит я его давно не видел говорит ну там сильный полемист с сектантами и строгий аскет аскет ты же посмотри что это такое пусть они посмотрят говорит человек который ни к тому ни к другому отряду не относится он был его это показалось сколько я трачу вот раньше сколько я на питание уходила у меня от 9 до 11 рублей работа на стройке с бетоном на второй этаж каталки катать какая же сила то у меня была 9-11 рублей булка стоила не булка а кирпич назывался 16 копеек вот которые говорят пусть они применят к себе путь мой и проживут хотя бы один месяц и у них отсохнет язык лживый и говорит к примеру к примеру утверждает вот вы утверждаете необходимость ветхосоветного обрезания в новом завете ну на них что говорят я говорю нужно обрезание делать и это жарить и есть обрезки эти все заставлять их есть тем которые это говорят но если он говорит ну где одного человека найдет или где было обрезание где то ну нет ну галимое абсолютное даже не дьявольское что то хуже дьявольского дьявол немного говорит истины предлагают интервью у него берут немного истины и ты ложь а вы сами выбирайте а то ничего нету я проповедую обрезание я читал это киргизская епархия он меня не видал ему это не надо и он показал что никто он так влип ему никогда не вылезти из этого он живет среди тех которые производят обрезание сделать еще не может ну там как мусульманская республика то и все кто он такой я узнать не знаю встречался читал что то видел ничего нету просто говорит от всякое слово праздное дадут отсчет в день суда он знает что не судите он осуждает осуждает лживо я на это должен отвечать ничего нету и поэтому когда неправильно будет злословие радуйтесь и веселитесь я благодарю бога да благословит бог этого человека да откроет ему глаза что его ожидает и чтобы это на суде не было помянуто ему да это полная я ничего не могу сказать ничего обрезание прообразовало крещение у меня материалы большие есть я подтверждаю это подтверждаю абсолютно ничего общего это чистейшая ложь которая я не имел ни в уме ни в словах ни в поступках ничего нет то есть совершенно из пустоты а из разреженного пространства из преисподней демоны вырвались лапкин учит об осквернении от прикосновения к телу умершего в новом завете никогда не учил и не говорил нигде ни разу он ничего не может сказать где покажи в одном месте где то покажи где мертвый то ты умрешь я могу с тобой поздороваться прийти если надо простить тебя от прикосновения к мертвому да я все время с мертвыми животными даже вожусь не только с людьми и следующее говорит братья лапкины игнорировали указ первого иерарха РПЦЗМП митрополита Илариона о том что две церковные созданные им общины Барнаулы потерявки не входят из отца ФРПЦЗ их бывший правящий архивий благословляет их войти по домофор Барнаульской епархии это из Тувинской епархии Дулевич Антони там полушаман как он на этой гитаре там посмотри как-то зарядил видел видел еще я должен на это отвечать ну ответил так ответил так еще дальше 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 они даже не продвинуть да он сказал там ну еще сказал так еще дальше ну и сказал так сказал они сказал не знаю еще дальше то где в мировой истории было так чтобы люди ни в чем не повинны были брошены и благословлялись идти в какую-то другую юрисдикцию в мировой практике ни одного случая не было предатели они они бросили овец видя волка грядущего и бегут мы ни шагу не сдвинулись мы единственной общины показали твердое состояние мы никогда когда наша община не была московской патриархии им надо сломить на нас их указы патриарши никак не действуют они могут тысячи издавать вот сейчас этот приехал армянин там был сергиев посаде и там мужчина большой рюкзак раздает книжечки против лапкина чтобы не считали не брали вот где там санкт-петербург сообщают там меня это не касается когда говорят обо мне и мое имя произносят я оглядываюсь кто это о ком они говорят потому что ко мне абсолютно никак не относятся еще я должен время на это тратить вот я сейчас говорю и они поверят по-другому да никогда дьявол просто так не отпускает он загарпунил и теперь будет дальше тащить он написал давайте предположим написал действительно сказал они не числятся то есть его попросили патриархия назначила срок пять лет переходной период чтобы все перешли все не перешли тринадцать новых юрисдикций создалось они за это еще ответят а здесь вычеркнешь что их нету и он вычеркнул еще дальше это на бумаге играет в деле то ничего нету признавать акт о каноническом признании благодатности друг другу а мы до этого акта все признавали московскую патриархию у меня брат там рукоположен не признавая это значит и священника нету ну тут также понятно что у нас по-другому никогда не было и этот акт а брат мой ездил там был у них в Америке на этих съездах мы ничего не сделали не теряли но я думаю что дальше начался по-другому разговор когда заложили там патриарху а ему доложили как мне уже доложили и он говорит а как там насчет у Игнатия Лапкина то а наш епископ и говорит был епископ Курочкин мне сообщают он говорит если бы местный епископ Максим Дмитриев вел себя по-другому можно было ожидать изменения а так нет значит Дмитрий на ковер это Максима его отсюда Липецкая губерния а здесь новый Сергий Иванников того убирают так как перед его уездом мы были на встрече с нашим епископом и он был я готов на вертолете к вам полететь это прижгло на вертолете полететь в Потеряевку а батюшка говорит у нас садиться негде площадки нет но он приехал приехал а до этого говорили ни одного собрания перехали на не начинает не помянул вас в отрицательном плане и заканчивает вами а этот наоборот вспоминает и говорит вот люди трудятся есть что посмотреть местные то есть совершенно по-другому какого то прислали здесь понище Владислав или кто там как мы наш район попадает туда ну там какой то Украины западной или какой он с первого дня объявил войну священники которые приезжали с нашим архиереем а теперь там как бы другая епархия он их всех вызвал и сказал со мной будете иметь дело и все отбили они злобные страшно установлены добрые отношения его помогло нет это как американские шпионы с бородами чтобы их не узнали против бороды подпоясанные да кто это видел было такое даже вышел там старость уже братья сестры вы подумайте какое кощунство люди есть которые говорят жить по евангелию да кто когда жил по нему я должен опровергать это местонастоятель выступает отец Николай Войтович есть люди у нас появились которые говорят жить надо не по плоти я по духу это как надо смехнуться то он зашел а там два священника которые к нам расположены они говорят батюшка так так написано Павла написано ну теперь опять на меня накапает архиерею вот так старские врата они говорят он маленько откроет щелкать эти златоустовцы то опять пришли придется проповедь говорить считать он сказать то не может мы добились в своем проповедь зазвучала я должен оправдываться больше мне нечем заниматься да слушаются да у меня полная покорность советуют ждут есть чего я сейчас только говорил чтоб завезли еще песка закончили засыпать трассу дал звонок работа пошла меня если даже нету я знаю чем занимаются все люди до одного и в лагере такая дисциплина приехал полковник окопян Сергей Живанширович ну понятно летное училище высшее летное училище посмотрел в лагере в потеряевке когда и дисциплина и говорит а у меня воинская часть ничего подобного нету такой дисциплины да дисциплина мне в КГБ не раз говорили с вашим таким настроем и дисциплина только у нас бы работать ну я христианин КГБ не работаю не стучу ни на кого так мне нечего отвечать на это ну ничего нету а как я могу отвечать какое оправдание вот когда суд идет мне не надо оправдываться если я подал в суд за клевету они должны доказать а я теперь покажу в конце когда они не могут показать я тогда говорю противоположное вот и Лапкин он набирал детей и не знает куда увезли и родители не допускают а в это время один за другим свидетель идут родители говорят а мы были в лагере жили мы их провожали в гости ездили когда дети наши в лагере были все они опять начинают да знаете санэпидемстанция у Лапкина там спят на вещевых мешках судья спрашивает а подушки есть я говорю есть сколько 120 а сколько было детей 75 50 свободных подушек а как это доказать а вот люди которые там жили видели вот они теперь 18 лет им уже все те сели да это не лагерь курятник я говорю перестаньте у них регистрации краевое дело юстиции вы что по окнам решаете какие окна и она нет да думая так этот Смирнов там тоже Смирнов Евгений там Евграфович кажется она их пресекла и все они проиграли все процессы ничего нету 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 и не было они выдумывают и поэтому я благодарю Бога что они проводят тщательное расследование и ничего во мне не нашли нет а если бы они это не делали люди бы сомневались а после их расследования я в глазах людей совершенно другим предстаю очищенным они ничего не доказали это не могло быть потому что 57 лет назад 27 сентября 62 года я получил рождение свыше и крещение Духом Святым и всю жизнь положил на лотарь Господа ничего не утаивая на сто процентов желая ему служить и средствами и знаниями и имуществом и территорией которую мне Бог выделил и вы были тут немножко кое-что видели давай Вячеслав добивай меня давайте ну что отношение к вашей вашей к русской церкви да и зачем им знать наши отношения да вот вы говорили это уже вот обвинение вас то есть что вы называете подмосковскую патриархию одним словом ложь от двумя всегдашнюю ложь от тремя тотальная всегдашнюю ложь и вы относитесь к ней как к чуме болотной это ваши слова да это я сказал в епархии в епархии местной и ни один не возразил мне перед ними не отсчитываться я сказал лживые отношения между архиереями и священниками поборами задавили трясет буквально вся каждую каждый приход между архиереями чуть еще где друг друга задают между патриархом и нижними я докажу где эта тройная ложь вот смотрите один человек Оскар Уйальд он говорит я слышал столько клеветы в ваш адрес что у меня нет сомнения вы прекрасный человек я отношу это к себе ну вот то что вы говорите это так про московскую патриархию этим вы самым не хулите церковь саму да при чем тут церковь то если или вы говорите о людях чисто об их грехах которые в ней это даже и не грех это безумие ложь от дьявола это уже и не грех это пере ну то есть человек переквалифицировался от служителя божьего служителя дьявола как златоуз говорит сколько раз согрешаем столько раз делаемся рождаемся от дьявола вот потому им трудно вот выступали когда свидетель отец геннадий паст он говорит в суде краевом в 86 году в августе месяце и он говорит да у нас у православных есть такое ложь во спасение но лапкин никогда не идет на это он говорит если человека может убить правда пусть он умрет а это я беру беру не сам а беру от одного епископа у которого вышло два тома христианской нравственности так как этого епископа зовут но он не православный датский епископ на православная церковь выпустила его вы его найдете у меня две книги были вот женщина там 50 лет первый ребенок родился и мертвый и она полуживая но как то ее силы надо сохранить чтобы не умерла и консилиум она спрашивает как ребенок все нормально показать но она наставит покажите что делать и один выступил так если правда может убить пусть умрет весь ответ показали рассказали она не умерла но лжи не было я этого придерживаюсь мне нигде не дано как то ложь оправдывать дьявол есть лжец и отец лжи все сказано сатана залез в рот это в это меня не обвинить никто до десятого колена меня кгб исследовала нигде и никогда ни одного слова ни одной бумажки без подписи обратного адреса этому я учился у патриарха Тихона Беловина мой адрес только клеветы что можете не сомневаться вот допустим мне говорят знаете вот такой метар Тарапич который говорил и нашли так это про вас он сказал на севере человек будут книги будут и будут поносимые много лицемеров не знаю а вот митрополит Сергий Старогородский сказал вас в опасные моменты в господь воздвигает людей не облеченных никакой властью и движим их своей предприимчивостью чтобы других вывести подходит очень но не знаю он просто сказал но во мне это сходится до одной буквы а на них ничего не сходится и мне очень часто бывает такое вот я просчитал я еду дорогой один священник вот Павел говорит я больше всех потрудился в гонениях и то другое я не могу даже помыслить что о ком-то из знакомых делается я сразу думаю это про вас написано это говорит протоиерей по телефону напечатал ну что ж ну вот ладно понятно с церковью московским патриархатом тут болезненное самосознание там они принимают все болезненно когда их что-то обличает понятно это сказалось об Игнатии по другому говорил о священстве совершенно другая была обстановка ну вот смотрите против почитания святых мощей да и что не хватает им вы то есть утверждает вот Дулеевич и прочее что вы хулите непосредственно и вы против этого почитания вы говорите что святые мощи нужно торжественно захоронить ну хорошо хулить и торжественно похоронить это равнозначно нет ну да как а так так он хулит и просит торжественно с патриархом похоронить в самом почетном месте ну как совместить они бешеные слово хулить поясните откройте словарь википедию любую откройте хулить как я могу хулить когда у нас антимин с мощами я приехал в храм высшее имя я приложился ко всем мощам я нигде не хожу но я говорю то что написано прах ты в прах возвратишься не в антиминцы не в крестцы где они делают что в прах вы никуда не денетесь они это слово не понимают как баптисты венчают нехорошо человеку быть одному венчают по своему нехорошо я говорю почему дальше не говорите павел говорит хорошо оставаться как я нехорошо было сказано наполняйте землю а сегодня 70 тысяч ежедневно умирает от голода недоедания вы что в самом деле сказали наливай стакан и ты пять лет теперь льешь стакан а там уже бурлит выливается и все куда вы откуда это возникло в китае два миллиарда практически уже и поэтому поставлены определенные преграды а надо это или не надо я не о преградах говорю а о том что уже выполнено подумайте надо ли дальше идти когда это касается плоти довольствуйте с тем что есть я довольствую с тем что есть нигде мощи не выкидывал не поносил не обливал как протопопа вакуум дал указание там Алексей Михайлович отца вот дегтом налить там сверху могилы никогда ничего обман господь говорит оставьте мертвецам хоронить мертвецов хоронить и не выкапывать даже похоронить и то мертвецам надо оставить это мертвые люди которые занимаются этим похоронные отделы идите а ты и проповедуй я это и делаю если начнут говорить допустим по нашей области где я проповедовал Алтайский край у них за сто лет этого не было это Бог сделал все окрестные деревни только в окрестной 30 тысяч домов посетили отдали Евангелие все заводы все фабрики 5 милицейских отделов городское УВД краевое все воинские части и все что только можно 5 университетов институтов сказать техникуме все 13 школ это все у меня было воинское училище это все мое было ежедневно проповедь и везде являлся с рюкзаком Библии который в 10 раз дешевле которая в храме и поэтому по другому дьявол не может на меня смотреть а это служители дьявола которые лгут если человек но вы мощи почитайте сами почитайте и прошу захоронить их захоронить торжественно с песнопениями как положено прикладываетесь вы к мощам если они есть к мощам где они есть все понятно был там ну где только был заходим в храм помолились и к мощам приложились попросили благословения этих цветов я был в Ростове на Дону я назвал в честь Игнатия Ростовского щедотворца митрополита я там всех обзванивал обзванивал где его мощи не могли найти мне так хотелось приложиться к ним это мой святой я в честь его назван родился 28 мая по старому по-моему 10 июня я искал его не только его никто не искал ни епархий никто не могли ответить отсюда вывод я его больше люблю и посчитаю чем они но вы нашли его не нашел его никто не знает где есть я его молюсь ежедневно ну следующее обвинение у вас кости ваши опять протрясем хула на монашество вы утверждают что вы хулите именно монашество именно хулите и ваши слова монашество в том виде в котором оно есть принесло больше зла чем коммунисты фашисты масоны мусульмане все вместе взяты во много раз все дальше не надо я признаю это мои слова в том виде в котором оно пришло не надо забывать вот в пятом томе полного собрания сочинений или как назвать произведений Игнатия Брянщининова говорит монашество кончилось и теперь что они не делают все во вред остались одни актеры актеры ничего не сделают почему они не слышат проехав столько монастырей а тогда было не два не три а пятьдесят семь тысяч перед революцией он говорит едва ли в четырех теплится жизнь не про монастыри про монастыри какая-нибудь притча христом сказана или нет а притчу можно составить притча монашестей такая что если кто обратиться к богу он должен за стену спрятаться и там молчанием своим обращать миллионы людей стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи там сиди и там спасутся тысячи нигде этого не было это выдумка вот Мария Магдарина ушла 47 лет египетская ее считают канон Андрея Критского каждый год а Мария Магдарина как будто не знает она апостол для апостолов а это 47 лет не причащалась у нее ни одного дня евангельского не было ни одного и так и здесь но вы признаете ее святость святость признаете в котором оно пришлось сюда чтобы запечатать людей самые сильные высасывать из народа как Сидоров профессор пишет православный не давая потомству ходили в песок 11 тысяч мужиков только у Пахомия великого и ни одного миссионера ни одного а мусульмане идут Мухаммад умер в 632 году 6 столетий прошло как говорит Андрей Кураев говорит и за 6 столетий ни одного Кирилла Мефодия не нашлось а теперь вот они Южная Республика вот он Татарстан они дошли их а у них этого повеления то нету там все на мещах не принимаешь долой я могу об этом говорить потому что занимался многое встречался и говорил и не надо отрицать и вот монашество сегодня какие монашества когда Игнатий Бричининов это считай почти современник Пушкина и ничего не было уже уже кончилось монашество кончилось почему они это забывают и чем они занимаются с подогревом полы миллиарды отпускают на это и власть приветствует и так же будут ломать и отпускать разнеженные Господь дал повеление идите по всему миру и проповедуйте Евангелие и сказал не отпущайтесь сидите вот это был монастырь десять дней попытка монастыря построить была там на горе преображения построим три кущи тебе мне и тут будем что получилось не знали что говорят прямо не знали попытка создать монашество это от незнания не знали помутнение разума там бесноватый ждет там демоны бьются скорее спешите туда я возрос на Библии и поэтому мы совершенно не понимаем у нас разный разговор о разном и вот и на это ответить я ничего не могу пусть они покажут миссионерством занимались некоторые у католиков поэтому Южная Северная Америка там не было никого из европейцев а в русских даже было там какое там крепость какая и ту Аляску проиграли все дядя Вова мы с тобой вернем Аляску никто не вернет Прибалтику Аляску надо было проповедовать строить надо реально смотреть на это а если бы проповедовали проповедовали было бы другое а какие проповедники миссионеры Степан Пермский Иннокентий Вениаминов просветитель Севера Архимандрит Макарий Алтайский среди аэрротов я могу назвать и Николай Японский Касаткин четыре ну может быть еще пятый где-то там есть один такой гурий был из плена вывел четыреста человек знает татарский язык все а остальное речь идет о сотнях тысяч которые запертые сидели они Евангелие не знают Дух Божий побуждает идите Господь говорит сидите не просто сидите но ждите обетованного Духа Святого и вы обречетесь силою то есть они не обреченные силой не обреченные духом и они гниют там по сегодняшний день апостола как затоус говорит как птицы разлетелись как орлы по всей вселенной кто Фома в Индию Марк там Александрия апостол Павел облетал всю вселенную я вот за что говорю монахи это герои веры без Евангелия герои веры без слов Христа как поется из таких только гвозди делать вот возьми как они там обиходили Соловки Валаам да это труженики из тружеников где там Дамаскин то у них был в него стреляли не могли убить и он стал епископом они на на выставках сельскохозяйственных первые места брали но речь идет о проповеди обречетесь силой и принесете слово я об этом говорю я говорю о том что мы пришли ни к чему а если бы проповедь была проповедь даже слабенькая была бы даже без святых отцов если так то почему ни один баптист в революции не участвовал ни один повторяю ни один ни один адвентист почему потому что слово божие было вот возьмем сейчас мы сто человек выходит из православного храма в любом городе в любом храме пусть сами выберут и возьмем сто человек не выбирая и набрать людей которые будут брать интервью и у баптистов или у адвентистов седьмого дня я беру их там пятьдесятники только в нравственном состоянии о проповеди а на работе везде сравнивать не придется настолько различны и не надо вот Андрей ткачок то сказал люди у нас есть наши люди наши православные они узнали о жизни но не от нас они узнали что Христос родился обещанный мессия пришел это наши люди и узнали они не от нас и как он жил они узнали и не от нас и как он умер за грехи людей они узнали но не от нас и он умер и воскрес и это тоже они узнали наши люди но не от нас они узнали это от протестантов мы потеряли сотни миллионов может он там называет цифры страшно сказать здесь идет не о десятках людей миллионы мы потеряли они это все узнали у протестантов Давайте эти претензии к отцу Андрею Ткачеву. Это недавно он этот шедевр выдал. А я этот день и ночь толмлю. Я узнал, что имею от протестантов. В Протеославии я ходил в церковь, ничего у меня не было. Я жил и готовился быть, кем не надо быть. Вот так. И я на это могу ответить. С двумя руками проголосую за то, что сказал. Монашество в том виде, в котором есть, вот оно только такой характеристики может заслужить. Мертвое. Они убили проповедь. Ну то есть, вот, вы монашство, смотрите, признаете в том виде, что оно без проповеди только? Не признаете ее, когда оно без проповеди? А все остальное вы принимаете? Все, ну как же так? Они один. Павел говорит, хорошо оставаться одному, как я. Ну, фактически, Павел как монах был. Ну, не надо думать, что он монах был. Это уже Павел Фивейский начнет, а там Антоний Великий. Вот за это. Один. Я за то, чтобы не женился человек, который себя посвятил Богу. Жел и трудился. Женатый-то как со связанными ногами. Она может и платье надеть, и надушиться. Только выйдет замуж, она тебе сядет на шею. А там дети, да больные. И что дальше будет? Павел говорит, мне вас жаль, у вас будут скорби по плоти. Не женатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? А женатый, как угодить жене? И никогда и не угодишь. И так же не замужняя, как угодить Господу. А замужняя, как угодить мужа? Она об этом даже не помышляет угодить. Вот и все. Я за монашество в том виде, как Павел говорит. Быть одному и проповедовать, идти, благовествовать, трудиться. Но если Святой Дух, они же идут туда, чтобы Святой Дух стяжать. Да. И если они его не получают, они и не идут в мир, получается. Святой Дух стяжить Дух мирный, спасутся тысячи. Одного покажите где. Чтобы не говорил, сидел. Вера не от того, что у тебя Дух мирный. Вера от слышания. Римлян 10-го года, 17-й сети. От слышания не от того, что там баба придумала. От слова Божия, от Библии. А Библию перевели через 900 лет, как приняли христианство. Скрытое было. Я долго не мог найти ответ. Почему они так боялись? И вдруг нашел. Царю говорят. Не кто-то, а епископ. Что если Библию переведут, в стране будет революция. Я подумал, разве так? Действительно так. Люди поймут, что и хоронили людей неверующими. И родственники ушли. И поступали совсем не по Евангелию. Что же с нами будет? А где они есть? Вот так. Обвинение? Это не обвинение в мой адрес. Это похвала. Я ее приемлю. Вот сколько бронахов было, которые женились потом. Вот у меня один такой был. Яко на руку положили его. Здоровый, крепкий. В семье там 10 человек было там, где он родился. Ну, ясное дело, у дяди его. Я могу фамилии все называть, если надо кому-то. Не как-то. Толстов Петр. Потом ему имя другое дали. Какая-то девчонка там совсем, как будто бы я в ней ничего не нашел. Она ему отказала. Он сразу принял монашество. А дальше-то у него начались конфликты. А у него голос там, люстры дорожат. Потом он кончается в сенверторию. Консерватор от всего отказался. Это, я не знаю, какой это, баритон или что-то у него. Я читал, Белорусский театр. Рад. Наконец-то у них такой баритон, который на всемирных там конкурсах завоевал. Толстенко Петр, Федор, он Васильевич. Васильевич, отец у него, бывший сотрудник ОГБ, офицер, стал священником. Вот такое дело. И он пришел ко мне. Что делать? Я говорю, вы же против монашества. Я говорю, а где? Нет. Я за то. Если ты дал слово монашества, все. Ты что хочешь делать, но не женись. Выпросись в свободное плавание, как мать Тереза у католиков. Иди и проповедуй, не сиди на месте. Но не женись. Ты дал обет Богу, Богу дал. Тут я намертво стою. Да вас не поймешь против и... Очень просто. Я говорю о том, что не связывай себя ничем, никакими обетами. Иди и трудись. Но если дал обет, Бог на небе, говорит, а ты на земле. Смотри, чтобы Бог не поразил тебя. Вот и все есть ответ. Ну вот, свята обвиняют в хуле на святых ваш. Вот конкретно вы Матрону Московскую признаете за святую? А мне еще признавать-то Матрону. Как ее признавать? В дом пустить или как? Если я молюсь, вот сейчас, святая Матрона, моли Бога обо мне грешным. Признаю я ее? Ну как же должен все делать? Иконы не признают, я говорю, что на ваших глазах должен съесть ее или как? И они ничего, показывают иконы, видят, я доказываю всем, что они идолы в интернете. Это никакой роли не играет. Почему? Он плененный дьяволом человек. Дьявол не выпускает. Он подписал душу свою, ложью своею. И никакие тут Максимовы, Георгии, никто не выйдет оттуда из этого плена. Ему надо на коленях ползти теперь вокруг Кремля, ползти и просить и плакать, чтобы все молились за его, что он служил дьяволу этой ложью. А на меня это никак не действует. Говорил, да я, ну что, Господи. Это его участь такая, такая планета его. И имена их не написаны на небе. Лжицы там не будут никогда, никогда. Участь лжецов в озере Огненном, кипящего смолою. Вот как Писание нас учит. Ну вот, вы говорили, что какую-то, говорит, Матрону нашли. Это вот ваше слово. Я говорил, на того, что сейчас есть, я-то читал, я Осипова как говорил, брат туда ездил. Все забросили. Там Ксения Петербургская канонизировали. Канонизировали. Все. Царя надо канонизировали. Теперь Матрону надо. А Матрону-то канонизировали не ту, которая жила, а которая вам нужна была. Сейчас говорят, когда канонизировали, она часто, очень часто, в подлинном смысле, ругала священство. Сразу вычеркнули. Это не ее биография. Ее биография другая. Вот что. А теперь приходят. Это Осипов даже там, я читал про это. И о чем просят? Дочку замуж выдать там. Ну, все такое самое. Как это, парализованный Сергей Георгиевич Козлов говорил. Заказывали икону для больной собачки, чтобы она выздоровела. Ну, еще сказать. Отпевать собачек просят. Даже отпевать. Довели до такое состояние пастуль. Ну, вот, Игнатий Иванович, Сергий Радонежский, Осляба и Пересвет. Вот говорят, что вы их тоже хулите, и вы говорите, что их надо было предать анафеме. Правда ли я? Это я говорю, это правило канон. Я хулю. Если я правило поднял, я хулю. А они потоптали правило канон, которые, говорят, трубы Духа Святого изрекли. А они молодцы. Почитайте канон. Если человек принял монашество и опять вернулся в воинское звание, да будет предано анафеме. А с ними вместе и тот, кто благословлял. И все прекратилось. И они ничего не решили в битве этой совершенно. И битва эта ненужная была. Первая победа. 400 человек, 400 тысяч вышло. И 360 было погибших. 9 из 10. Какая же это победа-то? А через 7 лет Тахтамыш пришел, и Сергей Радольский бежал, и келью сожгли. Пришло время. Все. Кутузов Михаил Игоревич говорил, ну император наставляет дать Бородинское сражение дали. Оно не нужно было. И Барклайде-Толе, там кого-то потеряли. Почему зима и дороги. И вся армия рассыпалась. Это ничего не решало. А он только говорил, наша задача отсидеться. Претерпеть все это. И они сами перемрут, как президент России сказал. Говорит, ну они нас убьют, говорит. Мы мученики боем, они все равно передохнут. Земля-то будет вся радиационная. А они... Но вы их признаете? А? Вы Сергея Радольского и Ослябу Переседа признаете? Ослябов, из них я знать не знаю даже. Сергея Радольского, каждый день молюсь ему. Осляба там это все. Никогда. Не поминал и не буду. И никакой нужды мне в этом нету. А они есть у нас в святках? А я не знаю даже. Я знаю, что они нарушители канона, сурового канона. И Сергей Радольский потакал в этом. Так ли было? Ну, согласно того, как пишут. Вот так. Сергей Радольский, моей молитве слух. Вот почитайте утренние молитвы, я каждый день их произношу. Так что тут надо знать грань. Осляба теперь, Матрона. Я перечисляю ежедневно 77 святых. Мне не надо навешивать кого надо. Вот она переодевалась в мужскую одежду, там к сене. Я никогда не поминаю. Мне хватает других святых. Зачем на меня навешивать это? У нас на каждый день есть святые. Я поминаю Иерона. Они поминают его? Андрея Стротилата. Кто поминает? А я поминаю каждый день. Потому что это были воины, которые сложили оружие, не стали воевать. И были убиты. Ну вот, а почему вы не признаете преподобного Иосифа Володского за святого? У меня Иосиф Володский, это церковный Сталин. Как он князя день и ночь долбил. Казнить надо. Казнить надо, которые казнить надо. И наконец князь говорит, ну как же так казнить-то? И наконец сказал, я должен ему молиться. Оборони Бог меня от этого. Здесь речь идет не о признании святых, о которых они придумали, Ушаковых и других. А теперь кого? Талькова Игоря канонизировать надо. Суворова Александра Васильевича. В таком случае, как претерпевших, тут можно много найти. Которые погибли. Хор Александрийского. Александр военный летел в Сирию. Там тоже были. Лиза там была, врач. Погибла она. А может их специально сделала. Легче один раз утопить, как лодку, чем платить им. Старикам этим. Люди по-разному говорят. В Америке вот сверли там торговые центры. А теперь все доказано, что умышленно все это было сделано. Чтобы вторгнуться в Афганистан. Подумаешь, 3500 погибли. А там-то погибло больше. Не надо нажать на меня. Моя память канонизирует. Память, знания канонизирует. Вот у католиков был там Родригес какой-то, кажется. И он вышел с чашей к народу. Он добивался того, чтобы повстанцы проще сложили оружие. Они там убивали. Красные. Красные. И он вышел к народу прищищать. Чаша в руке его. Они тогда дали очередь. Народ упал, а он стоит с чашей. Они его застрелили. А я в это время в тюрьме был. Мое сознание канонизировало его сразу. Так он католик. С вами я не советую. У меня своя совесть, за которую я отвечу. Ну давайте на меня нападайте за то, что сознание моё канонизировало этого человека, который погиб с чашей крови Господней в руках. Также вас обвиняют в строительстве, что вы против строительства храмов. Что вы вообще против храмов. Так ли это? Вы против храмов вообще? Да, против храмов, которые есть. Которые есть. Этого хватит. Хватит. Они пустые уже будут. И не могут их обеспечить. Все время ходят. Дайте, дайте, дайте топить нечем. Зачем? Еще луну делают. А я смотрю там в Сербии. Они крест сломили, а уже луна там под ногами. Заходят в мещеть. Готовая мещеть. Храмы мы храмы. Апостолы не строили ни одного ежедневно. Собирались по домам. По домам. Они не нужны, храмы, повторяю, в том виде, в котором есть какие средства. Колокольню там, составы кирпича гонят туда. И никого нету. Вот здесь у нас Новоалтайск икону нарисовали. Нарисовали. Какое? Обрели мощи вифлеемских младенцев. Ну, врали. Ну, брехуны, как говорил Козлов. Ну, кто ж тогда был, когда прикосновение оскверняло. И кто бы какие мощи хранил. Две тысячи лет назад. Безумие полное. И вот икона валяется там. И передать-то икону. И храм пустой. А передать-то икону. Бабы там на вторую букву алфавита названы. Храм заполнили-то. Андрей Ткачев как-то говорил. Второе августа. Храм переполненный. Илья пророк. Воскресение. Христос воскрес. Наполовину нету. Но придет Илья. Он подвинчивает вам головы. Это его слова. Ну, доходят помаленьку. Доходят. Они никого не крестят. У меня есть стихотворение. Я обвиняю вас. Обвиняя в конце говорит. Я Слово Божие обвиняю вас во всем. Это не я. Я от имени Слово Божие стихотворение составил. Везде. 719 действующих правил. 413 ежедневно. Во всех храмах умышленно нарушаются. Если по канонам смотреть, они никто. 6-й Вселенский Собор. 14-15 правила. Если до 30 лет будет священник и рукоположен, да извержится. Они извергнуты. 99 процентов. Это мы так только еще натягиваем. Да может там благодать. Идешь себя, говорится, скрипя сердце. Зачем им без устых ставить и туда? Они планку принизили до лужи грязной. Ее надо выше поднять. Каноны велят. Женщина, сделавшая аборт на 10 лет. Василий Великий. Второе правило. Никто не отменял. Он 40 поклонов сделал, подружка. Мы живем в ужасное время. Возьми Пархоменко. Там вот эти выступают священники. Иудейские басни. Ветхий Завет. Что сказать на это? При двух или трех свидетелях, отревшихся законом Иисеева, без милосердия предается казе смерти. Он не считал это? Евреи доберутся до него. Да. И они ко мне претензии имеют. А я к ним не имею. Почему? Да они чужие, неверующие. Какие претензии могут быть к безбожникам? Пусть живут скромно. Не меняют эти кадиллаки. Такой же вопрос по крещению. Вас обвиняют, что вы всех учите перегрещиваться. Как говорят об этом, что это ваше учение такое. Какое? Сергей говорит, что вы, вас когда крестят, тех, кого до этого облили, не читается, аще не крещён. Читается над каждым. Читается. Читается. Да брехуны. Как Сергей интервью или как-то сказать, беседу, Калининников брал, Виталий. И говорит, а как вы с Игнатьем познакомились? Как? В интернете, говорит, одни брехуны. И брешут, и брешут. И вдруг я наткнулся, правда, абсолютная правда, человек говорит. Когда у меня была презентация первых, кажется, четырёх или восьми томов книги, и пришёл проректор по учебной связи, Сёмкин Борис Васильевич. Мне говорили, профессорском составе, он самый умный кто-то, еврей. И он говорит, вот когда читаешь что-то, а потом с автором встречаешься, они лукавят, они и такие. А тут я считаю и знаю Лапкину уже столько лет. Вот один к одному у него. Я ничего нигде не прибавляю, и поэтому оно не вмещается. За что предали Иосифа? Никто не знает. А Стефан, первомучий, говорит, и по зависти предали его. По зависти. Понятно? А они ни один брат, да чего кому завидовать? Пилат знал Христа, предали из зависти. Пилат знает, а они не знают. Первое с чечения Каяфа, Анна не знают. И так и здесь. Они мне страшно завидуют, все клеветники. Они не могут прямо сказать. У них нет своего мышления. Нету. Поэтому они, ну, каждый день, что бы ни сказали, он должен поддерживать. А внутри у него пустота. А я живу этим. Живу свободно и радуюсь в Боге. У меня, вот, народная линия русская запросила нашего митрополита, Сергия Ивановича, характеристику. Он ответил. У Игнатия Тихоновича не выявлено ни канонических, ни догматических нарушений. Нигде. Меня исследовали где. Я уже не раз отвечал. Но я ничего этим не добиваюсь. Ничего не прекращается. Почему? Это моя награда. Я должен этот крест донести. Ну, у меня уже, знаете, старого быка. Чем больше бьют, тем шкура толще. Меня это нисколько не трогает. У меня столько впереди работы. Я вот сейчас смотрю, успею это сделать или нет. Сегодня вот сколько перекачал. Тебе ответ дай. Я тебе дай ответ. Там подъезжают. Здесь встречать надо. С утра уже позвонили. И по житейским делам. Новые души приходят. А я вас считаю духовным отцом. Женщины, мужчины там в Австралии, в Америке. Я не знаю никого даже из них. Нарожал и сам не знаю когда. Ну, понятно, по крещению вопрос не будем тут поднимать. Потому что этот уже разобран сто раз он. Перекрещивания нет. Крещения не было. Их обманули людей. Они, ну, вместо денег, свет погас. Дали фантики. Фантики от конфет. А человек пришел домой еще раз получать деньги. Да ты не получил обману. Это так и здесь. Если не в три погружения, 50 апостольское правило, они должны быть извержены. Извержены. Никакого обливания, крапления нет нигде. А то вот песком. А что дальше-то не говорите? Что Дионисий, там епископ, когда пришли, сказал, к нему думайте, идите крестите. Они на запятой отрывают это. Лжицы. А лжицы всегда были прокляты перед Богом, перед людьми. И к их проклятию меня не тянет прислоняться. А дьявол своих заберет, потому что они лжицы. У меня материал о крещении есть. Я привожу 136 свидетельств. Библия, святые отцы, каноны. У них ни одного. Я как могу сравнивать? Раз ни одного, значит, моя правда бесконечности больше. Если был бы хоть один у них довод за такое крещение своих, здоровых людей-то, тогда бы 136 раз. Два, значит, было бы не 136, разделить на два. А у них ни одного нету. А по сравнению с нулем бесконечность. Бесьмёртка на боку. Ну вот, утверждают тоже о вас, что вы против постов православных. О! То, что вы говорите, что они не евангельские. Ну да, не евангельские. А где они в евангелии? Пусть покажут. Но я строжайшее исполняю. Меня только говорят, да разве можно так, чтобы на детей такое иго накладывать? У нас от груди мать отсадила, все посты соблюдают. Не зная евангелия, родившись в старобрядческой семье, я ни разу в жизни пост не нарушил. Ни в тюрьмах, ни в больнице. Вот в больнице я лежу, сделали мне операцию. Приносят, я говорю, я это не могу еще. Как не могу? Ну, у вас на молоке манка, да. Я сейчас пост. Ну что, вам отдельно будут готовить? А я не прошу. Пять дней осталось дорожество, я и так пролежу. Вот они забегали, там и фруктовый сок, еще такая нет. Едут, летели. Ну и все, накормили. Я говорю, что вам надо, я говорю, картошку нечищенную. Только сильно не разварите, чтобы нож протыкался. Вот, долетел я до Финляндии, а оттуда до Америки. Финер называется. Им молодые стюардессы. Да, раздают там все-то. Подошли ко мне, я по-английски отвечаю. У нас пост сейчас, я не могу есть. Пост? А, что можно? Я сказал, вот можно то и то, растительного происхождения там где-то. Я заметил, к ним, к людям подошли два раза, а ко мне четыре раза. С улыбкой. Там нашли орехи долбленые, грецкие. Там еще, кажется, кедровые, землянику. Вот, это 92-й год, и я все еще помню. Какие они? А у нас, я знаю как, если к тюардессу подошла, она бы мне сказала, что дали, то и жри. Не выдумай. У нее даже шапочка сморщится. От гнева. А там не так. Так вот вы кого-нибудь когда-нибудь в жизни учили не соблюдать посты? Да сохрани Бог. Я бы учил, когда я на этом вырос. Не зная Евангелия, не слыша слова библейского, мы тщательно соблюдали в армии, не где-то в армии, в тюрьме, в лагере. Я ни разу не нарушил. И это все знали, которые там. И что интересно, на День Благовещения еще не раздавали, кормушка не открывалась, а к нам подошли открывать. Где они взяли, я не знаю. Селедка. И селедка свежая, вареная. И целое блюдо там сложено, чтобы только пролезло в кормушку-то. Ну, а мы были трое на всех. Отец, это для вас. У вас же сегодня можно рыбу есть. Вот пришел ко мне, повыпросили отца Николая Войтовича, это благочина Алтайского края, причастить. Ну, я узнал, что он придет. Ну, и приходят, я там сказал им, я три дня не пью. И я говорю, что вы, тут же туперкулез свирепствует. Вам нельзя, нельзя, нельзя. Вот я вас причащу и больше так не делайте. То есть они меня, наоборот, жалели. Обвинение свое они возлагают на меня. Это они не соблюдали, то первое, то второе. И те, которые к ним приходят на исповедь, спросите, кто среду-пятницу соблюдает и все посты, согласно календаря хотя бы. Календарь пишут ослабленный, так не постились. Вот, кто к истину православил меня пост, это большой устав, я его переводил и делал. Я никогда во всех не думал, я знаю, пост необходим. А то, а если они постятся, почему они такие жирные? У нас поп был здесь 153 килограмма при росте метр шестьдесят девять, кажется. Ну, еще спрашивать. Я уж приходил к ним, отец Семен, ну, еще же вы так. Я всегда думал, как не стыдно перед народом выходить с таким пузом. А Нургалеев тогда всех пузатых милиционеров уволит. Пузатых. Нестандартное слово такое от военного человека. Посты я не соблюдаю, да, да, дальше я не соблюдаю еще из этого. Я не соблюдаю, отсюда что? То, что я говорю, неправда? Ну, дальше-то что из этого? Я не соблюдаю. Они со мной за торбезой никогда не ебали, нигде нет. А я считал там, вот одному здесь такое черная сотня, и там один Роберт, кажется, Робертович, а они к нему обращаются. Вот тут кто-то, а мы только сайт появился. И кто-то обратился туда, не знаю, а они дождались. Дождались его, он руководитель. И говорят, такой, такой вот кто? Ну, это Яговистский жид. Яговистский жид. Ну, а дальше они священника спрашивают, с Нижнего Норга, кажется, или области там, отец Сергий, вот такое дело, вот Игнатий такой, вот нужно ли это, и можно ли там. Он говорит, а у него бывает, что? Он проповедник такой, там, заслушаешься. Но бывает, что люди обращаются, там, другие там, наркоманы. У-у-у, сколько людей. Ну, вот один вопрос, куда он приводит людей? Как куда? Все в Московской Патриархии. Скажите, что вам надо? Человек работает на работе, зарплату приносит домой. Кто спрашивает, кому он муж? Он не чужих детей кормит-то. Всех до единого за 57 лет я привожу только сюда. Какой вопрос? Какой? Злоба. Исидор Пилосевский говорит, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимает разум. Это глухонимые показывают. Вот так вот, дурак. То есть, разум вспихнули. Ну, вот такое тоже еще есть обвинение серьезное. Что вы оправдываете ересь Нестория, который называл Престую Деву Христородицей. А где я ее оправдывал? Покажите, где? В молитвах ежедневно обращаюсь. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Это куда деть? Нестория так молился? То есть, это ложь полная? Стопроцентная. Но я говорю, что если когда принимали, то Бога она родить не может. Я поясняю. Бога родить нельзя. И поэтому Нестория здесь, в данном случае, был прав. Христородица, если бы утвердилось, так бы было. Но церковь приняла так, я принимаю. Но у меня есть разум, и я говорю, Бога нельзя родить. Я отвечаю это. А вы хоть раз называли Христородица? Никогда. И никак. Непостижимая тайна. Но церковь так приняла. Также спрашивается, что вы исповедуете Филиокве. Правда ли это? Оправдывайте. Я не исповедую, но говорю. Символ веры от Отца Исходящего. И ни разу в жизни я по-другому не считал. Ни разу. Но говорю, что с Филиокве считают католики это правильно. Потому что половина святых отцов так и понимали. А как это? Ничего. Он говорит, пошлю, а в другом месте умолю Отца. И то, и другое доказано. Не надо лгать на Евангелие. Евангелие показывает, что то и другое верно. А запрет, что Филиокве. То есть и отцы не исходят. Такого нет. Нет. Это выдумка. Исходит. Он сам сказал. Я в душе это верю. Нигде это не проповедую и не пишу. Мне что, отказывают мыслить? Хотят мне поганое свое ведро на голову надеть? Многие садились на меня. Да вовремя сбросил их. Но католики, получается, не правы в том, что они просто отошли. Они договорились. Это было принято. Сказано не добавлять. В этом они не правы. Должны были одинаково все принять. Я беседую с Григоряной Армяне. Ну как вы думаете, это влияет? Григоряна Армяне. И вот они такой-то сабор там четвертого вселенского не приняли. Я беседую с ними. В Ереване нахожусь. Признают. Они приезжают здесь и служат с нашими вместе. В нашем Покровском соборе. Эфиопская церковь приезжали, служили. С Папой Римским патриарх целуется, благословляется. Вы меня в чем обвиняете-то? Тогда берите за патриарха, за Алпеева, за всех, которые там. Начиная с Ротова, да и раньше еще. Еретиками мы нисколько не меньше имеем недостатков и нарушений. Все католическое. Патриарх там был, встречался в Гаване. Так с ума сошли. И поминать не надо его. Я против этого. Патриарх ничего не сделал. Кроме того, что уже есть. Такие же бритые, такие же обманщики не крестят, как следует. Все католичено уже. Хватились. Ну вот смотрите, Игнат Тихонович. Вот вы... Вот тут вас обвиняют, что вы соблюдаете все каноны, говорите как будто... Но вот вы молитесь еретиками, а это запрещено канонами. Ну да. А поясните, как вы молитесь еретиками и что это такое? Почему так обвиняют? Вот допустим, я приезжаю в город Пензу. Там, где я жил. Ну мне нужно найти людей, у которых я жил на квартире, баптисты. Молитвенный дом. Мы знали, где приходим. Заходим, а они занимаются освящением Слова Божия. Прекрасно. Если мы дальше начинаем слушать и считаем молитву, ту, которую я произношу, или они, ничего еретического нет. Я должен сказать аминь. Я обязан сказать аминь. Речь идет не о них. Почему или я не боялся молиться с этими, которые поклонялись Ваалу, а еще даже смеялся над ними. Но вот мы пришли к тем, которые, допустим, баптисты признают Духа Святого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. А есть такие Отца и Сына во Святом Духе. Это уже ересь. С ними никак нельзя молиться, если они так говорят. И мы к таким были, вот пришли здесь, пригласили нас. Мы побеседовали, говорят, мы будем молиться, мы сразу вышли в коридор. А почему вышли? Потому что вы еретики, с вами молиться нельзя. И повернули в другую сторону и стали молиться. Вот и весь ответ. Если считают они Отче наш, кто бы он ни был, я должен сказать аминь. Я соглашаюсь со Христом, а не с ними. Не надо дурью маяться. Мозги-то отшиблись своим послушанием дурным. Ну, понятно, понятно. Так, ну, отношение к поясу Пресвятой Богородицы. Не верю, сразу говорю, не верю. И если даже это пояс, я не пошел, что-то догмат какой-то, что ли. А вот сколько людей пришло, это неверие. Они к вещам любят прислоняться. Фетиш нашли. А у греков, которые привозят, а у них все продается. С чемоданами кости везут неизвестно от кого. И покупают. Ноги там пилят, отрезают. Это торгаши, которые табак завезли. При Алексею Михайловичу с ними разговаривали просто. Носы резать и отсылать, ловить соболей в Сибирь. Кого слушаете-то? Я не призываю ни к чему, я просто говорю исторические факты, которые были. Вот они и сказали, там, сказали, надо проверить, так или нет. Где, как. Какие еретики? Конкретно покажите. Признают они Святую Троицу или нет. В этом вопросе. Они не еретики. В этом вопросе. А считают они правильно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, благослови путешествующим. А я скажу, не надо, Господи, нас благословлять. Через них я вижу Дух Святой. Ой-ой-ой, у меня на занятия ходили. Да как вы говорите Дух Святой? Да так, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Я цитирую Священное Писание. Я спрашиваю баптисты, вы признаете Иисуса Господом? Да, все, 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 Дух Святой. Но они засохли на первой ступени. Без церкви, без священства истинного, рукоположенного по кератонии, по нисходящей линии, нет церкви. Нет. Я их сильно огорчаю этим. И я им советую. Или достать это, перейти в православие. Все. А все остальное меня не касается. Они меня этим не испугали, ничего. Я с баптистами молился. А из баптистов сколько семей только у нас в общине? Тех, которые нападают, у них ничего нет. Павел говорит, для всех я сделал совсем, чтобы приобрести некоторых. За чем они обвиняют меня? Я им буду называть сейчас людей в разных городах, просто не буду называть. Я знаю, как они съедят, сожрут сразу. Если уж головина проглотили, накинулись на Ткащева, вообще про меня и говорить не надо. Но они меня не могут взять никак. Я не принадлежу к их касте. Во-первых. Во-вторых. Отец Геннадий Пас сказал, вас спасает ваша безупречность. Все. Они ничего не сделают. Меня судили, ничего не доказали. Я реабилитирован. Моя реабилитация на страшном суде будет от вас. Я вас молюсь, которые в чем-то пытаются меня обвинить. Да я им не нужен. Просто через меня Бог проливает свет на истину. Я люблю Библию, а вы нет. А кто не любит Слово Божие и говорит иначе, Анапима. Галатам. Первая глава, восьмой, девятый стих. Ну вот, Антон Дулевич вас обвиняет в том, что вы не выложили в интернет ролик, который вы с ним беседовали. Что якобы вы хотели скрыть. Он не своровали, его ролика нет. Своровали. Сначала просили меня не публикуйте до определенного времени. Люди из патриархии. Не публикуйте. Я его не публикую. Я смотрю, вот как Дудин зашел. Ни одного ролика нету. Они залазят и хозяйничают. Бродяги. Шпана подзаборная. Они тоже его украли. А что с ним разговаривать? А что бы я говорил-то? Хам. Полушаманские там поступки. Смотришь и дрожь берет. А возьми вот этот. С Сорионов-то выходил. И как хлопнули. И нигде нету. А то такие имена берут. Антео. А я сразу зашивал. Неопределенный темный объект. Неопознанный. Антео. А он и лотом неопознанный. Вот и все. И все кончилось. И нигде его нету. Нету. Я знаю даже хорошие. Кому хорошо относуется. Душенов Константин Юрьевич. Как он. Евреи там. Заголовок. Горбоносая. Пущеглазая. Сволочь. Взяли. Прихлопнули. И ничего нету. Нету. Нигде не выступает. Теперь на мусульман. В евреях. Ни одного слова нет. Почему? Подписка. Он сразу загремит в этот день. Вот этот шаман. Идет. Кабышев. И только выступает. Меня арестовали. Они арестовали. Они не нарушили закон. По закону. И со мной там как обращались. Они закон не нарушили. Они по закону. И он эту фразу повторяет непрерывно. И вот к сестре меня отпустили. Повидаться. Они закон не нарушили. Они по закону. Все. Там обломают не таких. А я как проповедовал там, так и проповедую. У меня хорошие отношения сохранились. Потому что я за закон нигде не перелазил. Где он не противоречит. А где закон, конституция противоречит Евангелие, для меня это не существует. Ворнбранд был такой. Он вышел прямо и сказал. Ричард. В Румынии. А не правде всей, что выступает. Сразу арестовали. Я там был. А они не были. Они не знают, что там такое. Придется соскребать со стенки. Мне покорялась вся камера. Покорялась. Зазомбировал всех. Я повторяю. Представь себе. Я на пересылке. Меня привезли. Меня привезли. Я первый раз. Только в камеру захожу. Камера переполненная. Три человека на шконку, на кровать. Я захожу. Перекрестился. Дверь захлопнулась. Мир дома сему. Зашевелились, как щерви во тьме. Сразу один подходит. Вор в законе. Пахан. Так. По какой статье? Я говорю. 190 прим. Что? Мента грохнул. Я говорю. Это 190. А это прим. Как звучит? Распространение заведомо ложных измышлений, порощащих общественный государственный строй. О. Политкоторжанин. Так. Проходи. Где бы вы хотели? А у них по очереди ложатся там. По 8 часов каждый там на шконке. Подвел. Где к числороду больше было. А вот. Так. Ну-ка пошел отсюда. Прогнал так. Ты наверху куришь? Куришь? Тоже пошел. Две койки мне сразу отдали. Дальше я начинаю работать. Уже на прогулку повели. Я успел написать у меня с тобой. Уже просят то, то дай. Начальник вызывает там. Рор. Это вы там записки оставили? Я оставил. Меня спросили, отдал. Молчок. Дальше начинается беседа. На всю камеру три человека, которые не курят. Я этому старшему говорю. Василий. Нужно, чтобы вымыли руки. Я им дам Евангелие. У меня Новый Завет с собой. Буду считать. И чтобы никто не курил. Отбой в десять. Два часа мои. Все лежат или стоят. Или сидят. Ни один, ни одного звука. А там есть смотрящие. Ты не порадуешься, если нарушишь. В это время открывается камера. И охранники с двух этажей стоят у дверей. Я проповедую, как на кафедре. Я спрашивал тех, кто сидели. Глеб Якунин, Зоя Крахманникова, Саша Огородников. Герои веры. Да мы даже не слыхали такого. Никто не видал и не слыхал. Почему? Господь мне все покорил. В Новый только привезли тюрьму. Там где-то было в Джамбуле. Утром говорят. Вы ночью молились. Стояли на коленях. Семь человек стояли на коленях с вами. Можем мы с вами будем молиться. Мы вот договор заключили сегодня. Там человек пятнадцать. Табак весь собрали. Туда бросили. Уплыл. В туалет где-то. Правда, некоторые уже на другой день. Человека два стали матрасы теребить, чтобы дым создать. Ватой. Я спрашиваю теперь. У кого такое было? Никто не знает и не слышал. Почему? Бог покорил мне, Давид, говорит, народы. И где бы ни был, следователь обратился. Следователь принял крещение с полным погружением. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Дорогой, когда ездили, еду, а рядом женщины везут. За решеткой сидят. Этапом идут. А этап один из самых свирепых. Новосибирский конвой. А они, женщины, дайте нам молитву. Дайте то другое. В часовой ходят по коридору. Подошел. А почему вы не отвечаете? Я говорю, устав запрещает это делать. Так. А если разрешим? Разрешите, напишу. Так, бумагу давайте. Женщинам. Давайте ручку сюда. Я им написал сразу. Он подошел. Теперь я его обрабатываю. Зомбирую. По их терминологии говорю. Я говорю, в туалет сходить надо. Повел. Женщины криком кричат, в туалет не ведут. Я поговорил с ним. Я говорю, мы бы сводили, женщины, так трудно. Он повел. А боится, что она в окно, что ли, вылезет. Ну, паразит, ты закрой окно-то, дверь-то закрой. Что ты не видал-то? Ну, дай меня порожниться-то. Слышу, кричит. Вот такое. Закрыл дверь. То есть я еду дорогой и всех обрабатываю. Они не знают. Они не были. Меня Господь переливал, как вино. А Господь говорит, ты сидел на своих дрожжах. Ты не был переливаем. Я заброшу тебя, как меч бросает в другую страну. Я испытан был и заброшен в Казахстан. Я беседовал с мусульманами. Хорошие отношения с командиром Словак Владимир Васильевич. Потом я его нашел после этого. Я его просил однажды, когда он наказывал, бывает между собой подерутся или что-то. Они к нему приходят. Гражданин начальник. А он здоровый, высокий рост, а сам такой сухощавый. Накажите меня, только не пишите в анкету, там где идет. Не пишите. Потому что набирает рабочих. Рабочих надо. А он отсидел полстрока. Можно условно досрочно, УДО. А если у тебя замечание, тебя кто же выпустит? Ну, накажите меня. А у него шланг, я не знаю, он то ли сплошной или что. Он раздевается. Человек руками ухватывается за стол. А он метр восемьдесят или сколько. Он так порет. А я сижу в кабинете у него. Он меня вызывал, мы беседовали. Я его попросил меня наказать. Наручниками, где приходят. Привяжите меня наручниками. А то я буду писать и ни разу не испытал. Он говорит, нельзя. Если узнают, меня снимут с работы. Наручники надевают, когда принято решение. Решение. Там, там, в верхах или где-то наказать. Я не имею права. А вот здесь я сам по себе расправляюсь. Я говорю, накажите меня. Ну, и он говорит, долго не хотел. Потом говорит, ну, раздевайтесь. Я разделся за стол, уцепился. И он меня врезал. Раз до другой. С чем объяснить? Не знаю, как будто под кожу сунули шланг с кипятком. Бывает, значит, там, десять или сколько ударов не выдерживают. Но они еще не запишут. Он добрый очень. И мы встретились. Я ему сейчас скажу, книги выслали. Вот у меня биография. Она интересная. Красивая. Безропотная. Я их, которые хулят, то другой никак. Я жалею их. Благодарить не могу, потому что участь их плачевная. Но вы на них нисколько не обижаетесь? Нисколько. Я молюсь каждый день. Перечисляю имена, когда узнаю. И нынче Бог усмирил всех, за все лето не было. Где-то кто-то, я их не читаю, не знаю, меня это не касается. У меня работают. Я иногда до дома едва доплетаюсь. Рухнул и все. Только сапоги снял. Упал на постель, не раздеваясь. И все, до утра. А мне надо вставать на молитву ночью. А потом 4,40 общий подъем. У меня такой график. Им не выдержит. Вот как-то я считал, щит и меч. Это главная газета МВД. И вот там под интервью берут ваххабиты. И говорят, ну вот бывает, внедряют своего человека к вам. И евреи тоже могли бы... Он говорит, нет, не удастся. А почему? Распорядок не позволит. Если он с нами будет жить, он или с ума сойдет, или обнаружится. Мы, говорит, только ночью три раза встаем на молитву. Ночные намазы совершают. По-другому нам нельзя. И поэтому он или с ума сойдет, или будет такой же, как мы. Я это могу сказать. Вот сейчас мы уже все у нас в группе. Вечером молитва общая. И в 4,40 мы встаем. Никита тоже молитва общая. Так хорошо. Когда я один, то боролся. Две недели 4,40 постою, две недели меня вытаскивает обратно. Опять две недели постою. А сейчас, когда все вместе, ты понимаешь, что сейчас тебя посмотрят, тебя там нет. Скажут, вот, значит, сбился, ну, как бы все, слабину дал. И встаешь, заставляешь, пошел на молитву. Так хорошо. Вот так. Поэтому эти обвинители, когда был суд-то, когда были, нападали на меня, я подавал в суд, от них ничего не оставалось. Они сразу, это мое личное мнение, я сказал, почему это вышло, и проще. Они мочились, говорят, и морались. Потому что человек, живущий такой жизнью, он не тверд в уповании. И лжец должен иметь отличную память. Он должен помнить, как было и как солгал. А мне не надо память на это. Поэтому наши, вот, которые выставляем, я не могу сделать так, как другие делают. Оставляют там одно, другое, фотографии. Вот я сейчас разговариваю, в таком виде и пойдет. Сто процентов того, что было. И люди говорят, в этом особом, в особый шарм. Вы говорите и доверяешь. Вот вчера только два новых человека пришло. Один вышел даже в интернете, другой только написал. Благодарю вас, Игнат Тихмич. Слава Богу. Больше нет, а еще. Все, хватит. Хватит. Ну, слава Богу. Ролик хотя бы будет. Я, будет вот ролик, можно будет его скидывать. Потому что люди пишут, они хотят вас оправдать в своих глазах. Но им много надо где искать. Я говорю, ищите, смотрите. А вот теперь будет ролик, может будет ответ. Сейчас его буду ужимать, и к утру я его могу выставить. Хотя сегодня вот, который был, человек Евгений, то я его хотел, но у меня тянет слабо. Ну и мне два не выставить. Ему тогда на следующий раз. Это более важное. Потому что мы разговариваем уже час 32 минуты. Да. Ну, слава, благодарю вас. Спаси Христос. Слава Христу. Итак, поэтому смотреть я ничего не смотрю. Я говорю, вот там, там, против, не некогда. Роликов около 220 против меня в интернете. Это вместе взять всю Думу и всех депутатов, и президента, и премьер-министр на них меньше. На всех вместе взятых. Почему? Богу известно. Потому что это любовь Божия. Он знает крепость мою, воодушевляет, благословляет. А я молюсь каждый день за них. Ну все. Благодарю вас. Спаси Христос. Слава Христу. Если все, отключайтесь. Слава Христу. Слава Христу.